В школах Хасавюрта 1 февраля прошла апробация единого государственного экзамена по русскому языку на основании приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан. Основная цель проведения пробного экзамена – проверка качества знаний и уровень подготовки детей к предстоящей итоговой аттестации. Как обозначил директор средней школы номер 10 Расул Муташев, на базе образовательного учреждения создана специальная комиссия по проверке и оценке качества образования. Также к работе привлекаются организаторы в составе четырех человек. Объективность должна быть на высшем уровне этого проведения абробации, потому что мы изучаем этой абробации уровень, на каком уровне ребенок сегодня находится по русскому языку и литературе, поскольку они будут отвечать на 24 вопроса тестовой части. И, соответственно, материал после завершения этой абробации передается в управление городское. Соответственно, в дальнейшем они поступают в Министерство образования и науки Республики Дагестан. Обработка, естественно, пройдет, мы получим ответы, результаты. Это будет сигнал этому ребенку до его настоящего учета определенное время, где ребенок имеет какие-то отчеты. Работа в плане подготовки выпускников с дачи государственного экзамена в школах ведется с начала учебного года. По результатам пробной аттестации будут выявлены недочеты. И вследствие будет понятно, на что следует обратить внимание педагогам и ученикам в ходе учебного процесса. Мы будем работать, учителя русского языка проводят дополнительные занятия. Каждый ребенок заинтересован, педагоги заинтересованы, администрация школы заинтересована, чтобы каждый наш выпускник сдал ЕГЭ. Как и по русскому, так и по математике, и по всем, даже по предметам, по выбору, чтобы все сдавали ЕГЭ успешно. Экзамен по русскому языку входит в число обязательных предметов для сдачи. Как поясняют педагоги, успешные результаты зависят не только от уровня полученных знаний. Немаловажную роль играет и психологическая подготовка каждого выпускника. И, конечно же, эмоциональный настрой. Бика Сулейманова, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».